здравствуйте сегодня хочу рассказать о своем видео отзыв о таком биби креме от inis free eco-nature green tea биби крем тут spf 29 pa2 плюсика сто процентов натуральные оригинальные ингредиенты извините за такой вид но я использовала до конца эту тубу то есть если видите цвета вот такой вот был но что могу сказать во первых очень классно что тут очень хороший состав действительно я проверяла на экоголики состав и он шикарный то есть в этом большой плюс плюс для меня это то что это ldpe 4 то есть я могу это сдать на переработку у нас и это тоже прикольно классно что spf 29 да это не 50 но все-таки это защита есть и и 2 плюса тоже неплохо правда нужно обратить внимание что тут 40 миллилитров они 50 как всегда ну больший случай биби крема изготавляют но негатив конечно в том что тут все по-корейски да это корейский продукт я согласна но имеем то что имеем что могу сказать этот биби крем мне в принципе понравился но если честно я ожидала чуть от него другого эффекта у меня комбинированная кожа и как раз вот зимой было им приятно пользоваться он такой создавал эффект на коже такой чуть-чуть влажный то есть ну не знаю как это объяснить не сияющая такая влажная была кожа и мне кажется что он хорошо подойдет более лучше для сухой и для нормальной кожи но для комбинированной в принципе он подойдет на зиму но вот в осенний или в весенний период то мне кажется что он такой чуть-чуть как вам сказать такой 2 двигающийся грубо говоря на лице то есть я видела когда я прикладывала телефон к щеке на сенсорном экране оставались такие отпечатки этого крема и у него покрытие не сильное то есть это нужно понимать то есть при щеке вы им не замажете но сделаете такой как бы эффект лица выровненного то есть это тоже классный эффект и в принципе потом нанося румяна и хайлайтер и если вы используете скульптор или бронзатор то в принципе очень неплохо выглядит лицо но под конец я его даже чуть-чуть смешивала с другими кремом который был чуть-чуть темный для меня как бы в принципе я его добила я не знаю возможно я еще его закажу но только на период именно когда холод тогда он хорошо себя проявляет или возможно нужно было еще его припудривать я просто не сильно люблю такой большой ком вот этих слоев на своем лице то есть и крем дневной и биби крем и сверху еще пудра я этого не совсем понимаю то есть но для меня это слишком много всего на коже но как вам сказать я приму 4 поставила мне кажется то есть классная упаковка классный состав и не с фри то есть это хороший производитель это не что-то там аля непонятно что но негатив в том что он как бы для определенного количества людей будет подходить идеально но вот для меня он чуть-чуть ниже чем идеал и я пока еще в поиске биби крема то есть поначалу он не очень понравился а потом как-то вот ушло вот это вот такое знаете позитивное о нем какое-то мнение то есть я не знаю чем это связано вроде я его разрезала только уже под конец чтобы полностью использовать но до этого его всегда плотно закрывала он не лежал у меня возле батареи то есть не на солнце то есть я умею правильно хранить косметику я не знаю чем это связано то есть может быть поменялся действительно сезон или у меня что-то с кожей произошло но вот когда уже тепло было то я уже добивала в комплекте с другим биби кремом и разводила их то есть принципе тогда он хорошо отрабатывал но когда варианты были что я не не у меня не было времени разводить с другим биби кремом то я просто носила его и я понимала что он у меня но он держится день в принципе но он остается на телефоне ну вот как бы где-то там видишь что может знаете вот на белой какой-то футболке когда одеваешь ее может тоже остаться но как бы тоже не совсем приятно то есть он такой какой-то такой пластичный да то есть он всегда в движении то есть в этом может быть негатив но конечно состав классный я думаю что для сухой может для возрастной кожи который большинстве случаев сухая тоже очень хорошо подойдет и классно то что у действительно на зимний сезон может быть подойти и даже комбинированной кожи не знаю насчет жирной тут нужно понимать то есть и сам по себе вот он по текстуре был такой жирноватенький то есть ну такой специфичный биби крем если честно интересует пробовали ли вы этот биби крем если да то насколько ваше мнение совпало с моим и спасибо что смотрите меня подписывайтесь на канал и всем удачи пока